В НАТО назвали цель учений в Черном море. В НАТО назвали цель учений в Черном море 15-28. РИА Новости, Игорь Маслов. Открытие международных украинско-американских учений Сибриз-2019. РИА Новости, Игорь Маслов. Брюссель, 3 июля РИА Новости. Корабли Североатлантического альянса в рамках украинско-американских учений Сибриз. В Черном море планируют отточить мастерство и попрактиковаться в совместной работе с союзниками, сообщило морское командование НАТО. По словам представителей Объединенных военно-морских сил альянса, Украина выступает ценным партнером, несмотря на то, что не входят в НАТО. Накануне в акваторию Черного моря вошли канадский фрегат HMCS, Торонто, турецкий TCG-Turkutras и британский HMS Duncan. Позже к ним присоединится румынский фрегат. Российские военные следят за кораблями группы НАТО, сообщили ранее в Национальном центре управления обороной. Вчера, 23.31 заходящие в Черное море корабли НАТО попали на виде военно-морские учения на Украине. Sea Breeze 2019 проходит с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. В них участвуют авиация и корабли стран НАТО США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии. Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, в этом году целью учений станет отработка речного элемента. Также запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и совершенствование взаимодействия спецподразделений. В российском внешнеполитическом ведомстве проведения Sea Breeze назвали опасной идеей. По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрей Козенко, украинско-американские учения скорее напоминают заигрывание хозяина со своей ручной морской свинкой. Однако России в случае необходимости есть чем ответить на провокации. 14-18 военный эксперт, легенда Sea Breeze. А истинная цель очевидна российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах. Sea Breeze. В эфире радио Спутник. Военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.